друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях изменениях новостного фона и о том как все это влияет на динамику финансовых активов сегодняшний день это продолжение тенденции ослабления доллара я практически в этом не сомневаюсь потому что тот новостной фон который уже сейчас сложился явно этому располагает друзья я вас всех поздравляю с тем что активы идут в том направлении которое ранее было нами спрогнозировано очень рассчитываю надеюсь то что вы находитесь в правильном направлении рынка и зарабатываете вместе со мной то что сейчас происходит на финансовых рынках это раздача денег очень предсказуемая динамика тренды не пользоваться этими возможностями ну просто непростительно уверен то что среди вас а не тех кто пытался переиграть рынок решив что у того же самого рискового инструмента евро на австралийца новозеландца сейчас а есть только один потенциально возможный вектор движений это вниз как показывает рынок на всех финансовых площадках сейчас господствует только одна идея это новые меры экономического стимулирования сша которые приведут к росту фондовой секции американская фонда индексы nasdaq snp и dow jones это дорога вверх и соответственно при такой динамике риска американская валюта идет вниз а ну давайте по всем по порядку рынок нефти 42 87 чуть-чуть мы выросли по сравнению со вчерашним днем опять же на стороне покупателей сейчас то что происходит с долларом чем дешевле американская валюта тем более предпочтительнее привлекательной становится нефть для иностранных инвесторов нефть поддерживает риторика стран опека плюс которые фактически можно сказать дали рекомендацию нам спекулянтам и инвесторам о том что целесообразно сейчас находиться в длинных позициях потому что на заседании 30 ноября а страны опек уже на официальном министерством уровня рассмотрит возможности дополнительных действий для того чтобы поддержать весь рынок нефти что это могут быть за потенциальные решения я абсолютно уверен то что с 1 января а те квоты которые сейчас действуют это сокращение добычи в совокупности на 7 7 миллиона баррелей в сутки это значение пересмотрено не будет и страны опек не станут друзья добывать все больше одна из основных причин сдерживающих их желание скажем расчехлить несколько дополнительных буровых это тот же самый рост предложения из ливии буквально два месяца назад объем добычи в ливии находился на отметке в 100 тысяч баррелей сейчас он вырос почти в пять раз и есть основания полагают то что до конца этого года с заходом на первый квартал 2021 года производства нефти в ливии может вырасти до 700 800 тысяч баррелей на в сутки то есть в таких условиях конечно же сейчас сам обеспечивать я среду при которой я до предложения пойдет еще со стороны участников энергетического факта это собственно ручно создавать условия при которых рынок нефти будет валить я думаю что опек не совершит такую ошибку поэтому ставлю на то что рынок углеводородов бренд и wti будут поддерживаться опять же усилиями опека плюс по сохранению текущего уровня добычи на данных и актуальных значениях запасы друзья нефти это еще один релиз который мы ждем сегодня в 17.30 по московскому времени по прогнозам запасы снова снизится и логично снижение запасов это дополнительный фактор роста котировка нефти нам не нужны какие-то немыслимые уровни по бренду я напоминаю что сначала нужно сделать цель протестировать успешно сопротивление с сентябрьской это примерно 43 60 и потом уже попытаться добраться до 45 долларов за баррель индекс американской валюты 92 88 напоминаю то что вторник вчерашний день был крайним сроком согласования новых мер экономической поддержки но решение до сих пор нету но есть очень много позитива со ссылкой и на министерство финансов сша можно сказать даже и на белый дом и на госпожу пелоси которая первый раз за долгое время сделал официальное заявление о том что она верит в заключение сделки по финансово-экономическому стимулированию и эта сделка может быть заключена собственно до конца этой недели стоят друзья три дня мы будем следить за тем как будут дальше эти переговоры между белым домом и американскими законодателями белый дом предложил все-таки увеличить фонд помощи до 1 и 8 триллиона с прежних инициатив я очень рассчитываю на то что это предложение устроит все-таки демократов в конце концов компромисс будет найден доллар разумеется который вчера весь день снижался остается под давлением на текущем этапе тоже абсолютно уверен то что новые меры экономического стимулирования это вопрос который будет решен самые вот ближайшие дни и соответственно ну нет у него шансов сейчас расти медведи правит балом оставит на его дальнейшее ослабление мы друзья продаем доллары на этом очень неплохо зарабатываем золото тоже предсказуемый рост 1918 придет на рынок 18 триллиона долларов вот увидите мы снова окажемся быстро выше 2000 долларов за тройскую онцию и будем тестировать исторические максимумы bitcoin 12282 доллара сегодня друзья мы активно растем и вы знаете я прям полон энтузиазма и решимости сегодня закрыть сделку по битку по take profit он отметки 12 с половиной тысяч очень долго ждал этого целевого назначения но судя по всему звезды сейчас такая сошлись что все в руку именно с учетом слабости доллара и новых мер экономического стимулирования которые станут новым драйвером для рынка доллар канаде снижается тоже предсказуемо 1 3092 на данный момент котировки цель 1 30 сегодня в 15-30 выйдет отчет по инфляции по годовому значению мы увидим скорее всего рост до 0,3 0,4 это позитив для национальной валюты еще одна причина поставить на укрепление канадца нефть хорошая статистика и слабость доллара поэтому попутный тренд нам именно в наш трейд и ждем на цели 1 30 евро против доллара 1 1844 друзья смотрите за кайманом 80 процентов трейдеров в шортах очень рассчитываю на то что вы кто внимательно следит за моим аналитическим творчеством сейчас работаете не с короткими позициями вы покупаете евро поэтому в профите следующая цель 1 19 1 20 доберемся для нее с большой вероятностью уже до конца а текущей недели ну по крайней мере 1 19 есть очень высокие шансы сделать фунт против доллара 1 29 75 здесь прежняя рекомендация лучше в эту пару не лезть из-за крайне непредсказуемых настроений связанных с брекзитом сделки нет ситуация с пандемией ухудшается британской экономики прочь от самой настоящей рецессии вчера в англии был зафиксирован исторический минимум по доверию потребителей это все отголоски опять же к вида и того что джонсон так и не смог найти общий язык с европейским союзом фунт очень быстро может оказаться в числе аусадеров и провалиться на две фигуры даже больше не нужно работать с этим непредсказуемым а в данном случае риском есть евро есть доллар есть канадец и есть фондовый рынок сша которые легко поддаются прогнозу на этом собственно все всем удачной такой сессии и пока